В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Харитончик. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. Четвероногие атакуют. Несколько юных горожан пострадали от укусов бродячих животных. Удивительный мир звуков. В Кандалакше состоялась очередная благотворительная акция. Скоро Новый год. Кандалакшан приглашают за подарками для здоровья. На этой неделе в нашем городе было зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на детей. Причем все они произошли в одном районе. Во дворе дома 19 на улице Пронина. Жители этой многоэтажки уже давно страдают от соседства с бездомными псами. В последнее время животные все чаще стали проявлять агрессию. Тут ни один ребенок не может домой прийти из школы. Собаки как дикие. Они бросаются на детей. Кусают их. У меня уже четвертый плащик покупала. Я не знаю куда обращаться. Это кошмар какой-то. Я тоже выбегала. И летом то же самое было. Дети не могут вообще прогуливаться. Они дикие. Они бросаются. Чтобы уберечь свою дочь от стрессов и встреч с агрессивными животными, Мария Маковкина провожает ее по утрам в школу, а днем встречает. Оградить своих детей от общения с бродячими собаками стараются теперь все жители Пронина 19. В том, что животные представляют реальную угрозу для окружающих, многие из них убедились на собственном опыте. На днях, дней пять назад внук шел со школы, пришел, дрожит. Да чего Женя? Бабуля накинулись собаке, говорит, я упал и лежал, чтобы они подумали, я мертвый и ушли. Бродячие псы, надо отметить, чувствуют себя на Пронина 19 вольготно. Гуляют где хотят. От холода и непогоды прячутся в развалинах старого дома. С едой тоже проблем нет. Кастрюлю на улицу ежедневно выносит одна из жительниц дома. Именно ее считают виновницей той нездоровой ситуации, которая сложилась во дворе. Соседи говорят, она привечает бездомных псов со всей округи. Они все собираются у подъезда. Когда она начинает кормить у подъезда, тут не пройти. Мне самой было плохо. Сердобольная соседка не только кормит бездомных животных, но и постоянно препятствует работе сотрудников специализированной организации ООО «Бытсервис». С этой апатитской фирмой городские власти заключили контракт на выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных, а проще говоря, по отловам. Прокомментировать нам сложившуюся ситуацию директор «Бытсервиса» Григорий Жудин не смог. Он находится за пределами Кандалакши. Но по телефону сообщил о проблеме бродячих собак на Пронина 19, знает. Работники его фирмы выезжали туда буквально на днях. Правда, выманить из убежища под развалинами старого дома удалось не всех четвероногих. Но вопрос решать надо, поэтому в начале следующей недели «Бытсервис» снова наведается на Пронина. Одним из путей решения в Кандалакши проблемы бродячих собак стало долгожданное появление для них приюта. После неудачного опыта с отловом животных апатитской фирмы «Бытсервис» судьбу безнадзорников теперь будет решать другая организация – мук «Недвижимость Кандалакши». Открытие пункта передержки было запланировано на конец декабря, но из-за бюрократических препонов сроки сместились. И все-таки вполне вероятно, что первых постояльцев приют сможет принять в январе будущего года. Осталось у нас ремонтные работы и закончены, закупка оборудования, в принципе, то минимальное, которое должно здесь быть закуплено, операционное оборудование. Сейчас еще до конца следующей недели подойдет еще с Санкт-Петербурга оборудование. У нас, значит, сейчас загрузка просто встала в том, что необходим акт обследования нашей ветеринарной службой. Этот акт нужен для того, чтобы сдать его потом в Мурмастан еще с дополнительными документами и получить так называемое санитарно-ветеринарное удостоверение. В помещении бывшего стройдвора на Кандалакшском шоссе 22 уже завершены ремонтные работы. Подключено отопление, обустроены вольеры, готовы лежаки. По большей части подготовлены операционные кабинеты ветеринара. Таким образом, организация будет сама заниматься отловом бездомных псов и проводить необходимые медицинские мероприятия. В пункте временной передержки собакам надлежит быть по закону до 14 дней. Если хозяин не объявляется, то по решению ветеринара бродяг либо отправляют на эвтаназию, когда особь больна или представляет опасность, либо стерилизуют или кастрируют и отпускают на волю. Долгожданный и необходимый подарок на Новый год получит юная Кандалакшанка. Помогли и в этом неравнодушные земляки. Они приняли участие в благотворительной акции и собрали средства на приобретение ФМ-системы. Дело в том, что у ребенка проблемы со слухом. И это оборудование поможет девочке воспринимать речь в шумных условиях. Подарим удивительный мир звуков ребенку. На этот призыв в благотворительные акции по сбору средств для 8-летней Ульяны Шелепиной откликнулись школы, сады, работники района администрации, учреждения дополнительного образования, дюзш, школы искусств и все неравнодушные горожане. За полтора месяца, благодаря их отзывчивости и доброте для маленькой Кандалакшанки с проблемами слуха, удалось собрать более 100 тысяч рублей. Слух у нас, он необычен, то есть он неестественный, как для других он механический, потому что у нас операция и у нас закохлеарный имплант. Вот, и для того, чтобы ребенок слышал и воспринимал качественно материал педагогически, для этого нам необходим был аппарат. У нас теперь возможность, мы приобретем аппаратик и дай бог, дай бог, что мой ребенок будет, вольется в это общество и станет наравне со всеми. Она не будет просто отгоражена от всех, а все усиления пропадут даром. Так что теперь Ульяна сможет полноценно учиться, развиваться, общаться с друзьями и одноклассниками. Родители девочки благодарят всех, кто откликнулся и помог собрать средства на приобретение дорогостоящего аппарата. Далее, коротко о других новостях. В администрации города началось формирование группы для участия в тренинг-курсе «Начинающий предприниматель». Участниками тренинга могут стать граждане, желающие организовать свой бизнес, а также зарегистрированные предприниматели, но осуществляющие свою деятельность меньше года. Еще на дно предприятия города в будущем году пройдут сокращения. На этот раз уведомление об освобождении работников поступило в Центр занятости от ОАО «Север Трансстрой». Там под сокращение попадает 61 человек. Депутат Мурманской областной думы Владимир Дубашинский проведет в Кандалакше прием граждан по личным вопросам. Встреча с населением будет организована 18 декабря в Малом зале администрации. Обратиться к народному избраннику, задать свои вопросы или пожаловаться, кандалакшане смогут в период с 10 утра и до часа дня. Новогодняя акция «Покупай и выигрывай» от торгового центра «Техномир» продолжается. Ее победителем ежедневно становится один из покупателей магазинов «Техномир», «Технодом», «Спорт плюс», «Фотоцентр арт» и «Фотоарт гэллери». На этой неделе удача улыбнулась еще трем кандалакшанам. Обладателями подарочных сертификатов на определенную сумму стали Людмила Юрченко, Татьяна Лукьянцева, Сергей Щепелин. Очередность граждан льготных категорий, кому предоставляется возможность подлечиться в санатории за счет российского бюджета, растет с каждым годом. А путевок выделяется не так много, как хотелось бы. Вот и получается, что пенсионеры по году, а то и больше, ждут обещанной соцподдержки. Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения обслуживает четыре муниципалитета – Нашка, Вдорский, Терский и Полярные Зори. Всего для пенсионеров из этих районов в нынешнем году область выделила 279 путевок. Непосредственно из Кандалакшского воспользоваться льготой смогло 146 человек. Такая социальная поддержка предусмотрена региональной целевой программой, действующей с 2008 года. Оздоровление северян по ней продолжится и в 2013. Путевки выделяются по очереди. Очередь у нас общая на все четыре района. То есть граждане обращаются к нам с заявлением, предоставляют справочку форму 070У о том, что им показано санаторно-курортное лечение, что они могут туда поехать. На возможность поправить санаторий свое здоровье могут претендовать неработающие ветераны труда и реабилитированные лица. Для этого гражданам нужно обратиться в 110-й кабинет здания администрации. Учитывая, что у нас потребность путевок и очередь очень большая, мы людей всех обзваниваем. Перечень необходимых документов для постановки на учет размещен на сайте Кандалакшинского центра социальной поддержки населения. Уточнить очередность можно по телефону 9-23-57. Дворец культуры Металург сегодня отметил 55 лет. День рождения учреждения прошло с торжественным концертом, поздравлениями и подарками. Праздник не пропустила и наша съемочная группа. Праздничный вечер по случаю 55-летия Дворца культуры Металург начался с выступления танцевального ансамбля «Юность». В этот день творческие коллективы учреждения подготовили яркие номера и порадовали всех пришедших на праздник. Гостей оказалось немало, и это не случайно, ведь Металург объединил судьбы нескольких поколений людей. С 1957 года и по сей день учреждение является одним из любимейших мест отдыха как взрослых, так и детей. За 55 лет в стенах ДК были созданы коллективы различной направленности. Многие из них неоднократно отмечались на областном, региональном, всероссийском уровнях. В нынешнем году творческую компанию пополнили работники из ГКЦ «Нива», Беломорского, Лувинского и Нивского домов культуры. Коллеги приехали поздравить Металург с юбилеем. Не обошлось без подарков. Их вручили чиновники. В качестве презента они преподнесли мультимедийный проектор. Кроме того, от Кандалакшского алюминиевого завода ДК вручили сертификат на приобретение подвесных микрофонов. Первый международный музыкальный конкурс «Звёздный континент» прошёл в Кировске. Организатором стала московская компания «Жизнь звуков». На конкурсе побывали ребята из Кандалакшской школы искусств. Их выступление не осталось без внимания профессионального жюри. Ребята из Кандалакшской школы искусств достойно выступили на международном конкурсе «Звёздный континент». Практически каждый из них был отмечен профессиональным жюри, которое оценивало мастерство музыкального исполнения. По словам руководителей школы, участие в таком конкурсе – большой опыт для ребят. Каждой номинацией были люди из консерватории, из оперных театров, из филармонии, из Архангельска, Петрозаводска, Москвы, Петербурга. То есть уровень такой высокий. А международный статус придавало присутствие финской делегации, так сказать, из Хельсинки. Так что мы вдруг сразу в дамке. От Кандалакшской школы искусств на конкурс ездили 9 ребят разного возраста. Они выступали в разных номинациях – исполнение произведений вокального плана, игра на домре, кларнете, баяне и фортепиано. Всего конкурс собрал более 2000 участников. По словам педагогов-преподавателей, некоторые из этих ребят впервые выступали на конкурсе такого уровня. Другие уже имеют в своей музыкальной копилке подобный опыт. Несмотря на волнение, и те, и другие юные музыканты достойно справились с поставленной задачей. Мы уже очень много лет ходим на музыку, играем и на сцену выходим. Так что для нас уже… А мы привыкли к этому. Но волнение все равно остается с каждым разом, конечно. Конкурс был, в общем-то, серьезный. А жюри был из консерватории. А тем более произведения я играю, которые люди эти написали. Домристы Максим Шелимов, Мироподгорецка и Настя Чеснокова были отмечены дипломами первой и третьей степени. Евгений Заболоцкий и Павел Дунайцев получили дипломы лауреатов второй и третьей степени. Настя Ермакова, Лера Губинская, Марк Гузовский и Анатолий Миронов стали дипломантами. Новогодняя суета уже вошла в каждый дом. Приготовить угощения и подарки для родных и близких – вот что объединяет всех в эти дни. Магазин «Центр медтехники» приглашает всех кандалакшан приобрести подарки для здоровья, как для друзей, так и для членов семьи. Огромный ассортимент товаров для лица и тела, для домашнего уюта и здорового образа жизни можно найти в магазине «Центр медтехники». Здесь есть полезные подарки для всех родственников, друзей и просто знакомых. Например, прекрасным подарком могут стать солевые лампы. Они подарят мягкий свет, проионизируют воздух и будут отличным дополнением к любому интерьеру. Для любой женщины приятным подарком на Новый год станут косметические наборы. Альгинатные маски и натуральные косметические средства помогут в домашних условиях без проблем ухаживать за кожей лица и тела. Для мужчин хорошим подарком будут массажные накидки и подушки для автомобиля. Они не только просты в применении, но и являются хорошим средством от боли в спине. Помогут размять затекшие мышцы и расслабиться после долгого нахождения за рулем. Самых маленьких порадуют гимнастические мячи. Занятия с ними помогут малышу делать зарядку с удовольствием и пользой для здоровья. Помимо этого, «Центр медтехники» предлагает приобрести подарочные сертификаты разного номинала. Это также станет отличным подарком на Новый год. Далее прогноз погоды. Его представляет Восточный экспресс-банк. Сегодня ночью в городе и по району будет облачно. Временами возможен снег. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха минус 11, минус 14. Днем будет также облачно. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха минус 9, минус 13 градусов. Атмосферное давление будет постепенно понижаться. 15 декабря солнечная активность, умеренное геомагнитное поле, спокойное. Воскресное ночью и днем характер погоды существенно не изменится. Будет облачно. Временами возможен снег. Температура воздуха ночью минус 11, минус 15. Днем минус 10, минус 13. Атмосферное давление будет понижаться. 16 декабря солнечная активность, умеренное геомагнитное поле, слабо возмущенное. Прогноз погоды представляет Восточный экспресс-банк Пункты выдачи кредитов Город Кандалакша, улица Пронина, 24 Город Полярная Зорь, улица Ломановсова, 3 Восточный экспресс-банк Банк, который рядом На этом наша программа завершается Приятных вам выходных Увидимся в понедельник в это же время До свидания Продолжение следует... Продолжение следует...